Всем еще раз здравствуйте! Вообще такое мероприятие мы планировали провести один раз. В воскресенье в ДК Прогрессии. Но вам телефонных звонков и желание в нем участвовать у людей. Мы решили сделать это еще раз. Мы не чиновники. Мы не муниципалитет. Мы не власть местная. Да? Это мероприятие проводит инициативная группа жилищников, таких же как вы, как вы вместе с нами, да? При поддержке депутатов Госдумы Пономарёв. Значит, закон плохой. Закон не просто плохой, он крабительский. В рамках этого закона мы можем что-то сделать, а что-то сделать мы не можем. Поэтому наше мероприятие построено разделяемо на две части. Первая часть – это то, что мы сегодня можем, должны и обязаны сделать в рамках этого закона, чтобы не попасть в общий котел, чтобы наши деньги не уграли совсем и навсегда. И вторая часть нашего мероприятия, мне кажется, более важная, более ответственная – это мы с вами должны написать новый закон, наш закон о капитальном ремонте. Все эти предложения с прошлой конференции и с сегодняшней конференции будут оформлены через аппарат Илья Владимировича Пономарёва, через Госдумовский аппарат, и в ближайшее время вынесены как поправки или как отдельный законопроект. С приветственным словом выступит депутат Госдумы Федерального собрания Российской Федерации от Новосибирской области Илья Владимирович Пономарёв. Здравствуйте, дорогие друзья! Действительно, мы сегодня как там на бис повторяем, что называется, это мероприятие, которое у нас уже прошло в выходные, чтобы всем довести эту информацию, потому что мы считаем ее очень важным. Мало времени осталось. Январь пролетит незаметно, тем более, что праздники. Все вы прекрасно знаете, что собирать наших соседей трудно, тем более, что для решений, которые должны быть приняты, нужно квалифицированное большинство. Поэтому наша главная задача сегодня это объяснить. Я поэтому вас всех призываю, мы все на его цех, давайте работать максимально по деловому. И еще одну вещь хочу сказать, чтобы долго не говорить, что действительно Надежда рассказала уже полностью всю инструкцию. Вот у вас в материалах, которые вам раздавались, есть один листочек. Это мы записали в выходные рекомендации вот той конференции, которая прошла в выходные. Надо эти рекомендации, чтобы вы, когда будете выступать, вы будете говорить. Во-первых, поговорили, с чем вы согласны, с чем вы не согласны, если вы с чем-то из этого не согласны. А во-вторых, поговорили, что к этому надо добавить. Соответственно, мы сделаем итоговый документ. Мы его, во-первых, опубликуем. Во-вторых, на митингах, которые каждые две недели у нас, как вы знаете, проходят, еще соберем под ними дополнительных подписи. И я внесу, как депутат Государственной Думы, те рекомендации, которые в этом документе будут написаны. Для того, чтобы это не вышло у нас все в пар, а превратилось бы в конкретный законодательный инициатив. Я одну вещь оттуда уже внес. Это отмена двухмесячного ограничения на собрание жильцов. Но я не сомневаюсь, что Государственная Дума будет довольно долго все это рассматривать. Зимняя сессия заканчивается, точнее осенняя, да, там, соответственно, зимняя начинается во второй половине января. Значит, будут говорить, мы не успеваем, а потом как бы и поезд уйдет, да, и нужно будет задним числом принимать это решение, то есть это будет дополнительный фактор сопротивления. Поэтому очень важно, поэтому эти все подписи и так далее. Поэтому давайте по деловому смотрим текст, по этому тексту, вопросы, то, что выступление, то же самое, да, вопросы, замечания, критика и предложения. Но только что мы не митинг, митинг выходные будет, а чтобы было по деловому. Спасибо. — Ланцова Надежда Александровна, председатель ТСЖ. Что хочу сразу сказать. Давно не получилась та ситуация, которая у нас была в воскресенье, сразу хочу сказать, нападки на меня делать не надо, закон я не разрабатывала. Я просто могу вам сказать и посоветовать, что нужно делать в данной ситуации для того, чтобы уменьшить рисковую составляющую, которую несет в себе вот этот закон. Договорились, да? Поэтому эмоции давайте оставим. То, что касается конкретики, я вам все расскажу и объясню. Что касается нашего закона. Год назад практически был принят этот закон 271-й ПЗ, про который многие из вас едва не слышали. И только сейчас, когда вот началась уже такая работа, и вы должны уже проголосовать в скором времени на собрании. Уж только начали говорить и только начали давать разъяснительную работу, которая должна была быть проведена уже давным-давно. Я представляю еще и общественный совет при Государственной жилищной инспекции Новосибирской области, где мы тоже рассматриваем в рамках нашей группы по законодательным инициативам и тарифам, мы рассматриваем все законы. Во-первых, конечно, закон о капитальном ремонте и свои все замечания мы представили нашему законодательному собранию. Законодательное собрание ответило на некоторые из поставленных нами вопросов, но, тем не менее, ничего делать для того, чтобы отложить этот закон, оно не хочет. И законодательное собрание ответило следующим образом. Вы можете уменьшить срок с двух месяцев, например, до одного, но увеличивать не имеете права, потому что это все прописано в 271 ПЗ. Но это отступление. Значит, теперь начнем. То, что у каждого собственника будет обязанность выплачивать взносы на капитальный ремонт, это понятно всем. Это обязанность всех, даже тех, кто говорит, что я не буду платить. Если вы не будете платить, вас заставят, потому что будет идти пенят. Потому что взносы на капитальный ремонт включены в структуру платы за живое помещение. Поэтому вот то, что касается вот этой платы, вы можете себе зарубить на носу, что вы платите ее обязанности. Освобождены от уплаты вот этого взноса только в двух случаях, две категории. Первая категория – это те собственники, которые проживают в аварийном фонде, и те собственники, которые, земля под домом которых будет изъята для государственных и муниципальных служб. Только две категории, все остальные будут платить. Это первое. Значит, второе – то, что касается уже помещений жилых и нежилых. Значит, жилые и нежилые помещения в общем порядке тоже будут уплачивать все взносы, кроме жилья по социальному найму. Жилье по социальному найму будет платить за них собственник, то есть муниципалитет. В первом чтении тот бюджет, который принят в городе Новосибирске, не предусматривает компенсацию за следующий год вот этой платы. Посмотрим еще во втором и третьем чтении, что будет. Но пока вот я не видела по этим расходам, что будет включена доплата. Поэтому вот эта статья, она просто зависает по этим помещениям. Теперь, платить меньше установленного размера 7 рублей 10 копеек мы тоже не вправе, потому что это минимальный размер и утвержден нашим областным правительством, и мы обязаны будем 7 рублей 10 копеек с апреля месяца уплачивать. Значит, когда мы говорим, что вот Министерство нашей регионы развития утвердит вот эту сумму, единую, эта сумма, кстати, больше средней по России. По России средняя 7 рублей у нас больше. К сведению в городе Москве 7 рублей 20 копеек. А в 2015 году предусматривается увеличение, будет 7 рублей 60 копеек, и в 2016-м 7,60 тоже остается, согласно вот этим законодательным актам. Также, кроме этого, кроме минимального размера взноса, ну, предусматривалось вообще изначально, что будет этот взнос дифференцированным в зависимости от проживания там в сельской местности, в зависимости от типа дома, его конструкции и так далее. Но был сделан вот именно единый разум 7 рублей 10 копеек. Взносы на капитальный ремонт мы будем уплачивать, и если уплачивать не будете, то ПЕНЯ тоже будет зачисляться как раз в фонд капитального ремонта. Обязанность по уплате взносов, напомню еще раз, начинается по истечении 4 месяцев с момента принятия вот этой региональной программы капитального ремонта. И вы, наверное, уже видели вот эту программу капитального ремонта и приложение к ней. Ваш дом наверняка уже в год не нашли и посмотрели, на какую очередь поставлен ваш конкретный дом. Если говорить про вот эту региональную программу и постановки на очередь, предполагалось, что очередность проведения капитального ремонта общего имущества будет определена исходя из критерий износ, год ввода в эксплуатацию, дата и вид проведения последнего капитального ремонта и наличие угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. Что касается износа, по анализу и по беседе уже с исполнительными органами власти, я точно знаю, что износ как фактор не был учтен. Это совершенно точно. Год ввода в эксплуатацию, да, был учтен, но тоже относительно здесь тоже очень много вопросов, очень много замечаний я тоже в наше законодательное собрание внесла. Дата и вид проведения последнего капитального ремонта, вот тоже как фактор, он учтен не был. Потому что, скажу даже вот по своему Кировскому району, когда я посмотрела, там те дома, где был проведен капитальный ремонт, и те дома, в которых капитальный ремонт по 185 ФСЗ не проводился, они на равных правах включены вот в эту программу, про которую я вам говорила. Поэтому порядок проведения мониторинга, который был утвержден, и государственная жилищная инспекция была поставлена перед фактом, что она должна проводить мониторинг, я так думаю, что ей будет достаточно сложно, потому что таких специалистов технических там нет, но тем не менее этот документ тоже был принят. изменения были внесены в наш 360-й УЗ, и там был предусмотрен теперь уже перенос установленного срока на один год, то есть если общее собрание собственников решили все-таки собирать средства на капитальный ремонт на спецсчете, то они имеют это право делать только через год, планировалось через два. Также установлен минимальный фонд капитального ремонта, и он снижен с 70 до 40 процентов. Но непонятно, каким образом это будет все происходить, тоже это не прописано. Четко не прописано, как будут финансироваться вот как раз капитальные ремонты тех домов, у которых подошла очередь. Планируется, да, что будет участвовать и федеральный бюджет, и региональный бюджет, но конкретно не определено, в каком размере, в каком процентном отношении и так далее. Там прописано, ну так смутно, при наличии денег в бюджете они будут выделять вот эти деньги в соответствии с тем, что они будут предлагать на рассмотрение и на принятие бюджета. Что касается нашего способа формирования фонда капитального ремонта. Их два. Перечисление взносов на капитальный ремонт на спецсчета и перечисление взносов на капитальный ремонт на регионального оператора. В последний момент было внесено изменение, то что дома, которые управляются управляющей компанией, имеют право заводить свои счета, но только у регионального оператора. Это прописано и те дома, которые под управляющей компанией, я уже всем говорю, проводите собрание, пусть не будет неравнодушных людей, проголосуйте за то, что у вас будет свой собственный спецсчет. Хотя это хуже, чем спецсчет для ТСЖ, различных жилищных кооперативов и других кооперативов. Почему? Потому что собственники, которые живут в домах управляющих компаний, они, перечислив эти деньги даже на свой спецсчет, они теряют контроль над этими деньгами, но получают контроль над региональным оператором. Но они не вправе определять вид работ, они не вправе голосовать за смету, потому что это все за них делает региональный оператор. Но хотя бы эти деньги региональный оператор не будет отдавать другим домам на ремонт других домов. Поэтому это очень важное замечание, которое должно быть вами использовано. Поэтому не тратьте времени, и до 27 января вы должны уже все протоколы принести в инстанции, которые у вас тоже там в раздатке прописаны. Первая инстанция – это региональный оператор, вторая инстанция – это жилищная инспекция. Значит, жилищная инспекция тоже привлечена к этому делу, и не забывайте не только региональному оператору, но и жилищную инспекцию переносить вот эти ваши протоколы. Теперь, что касается вашего протокола, что должно быть отражено в протоколе. Протоколе в обязательном порядке, и вы это должны отголосовать. Должно быть размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, но это стандартный 7 рублей 10 копеек, но это должно. Это обязательный перечень. Это требование федерального закона, и мы от этого не уйдем. Если какое-то положение у вас не будет прописано в протоколе, вы автоматически пойдете к региональному оператору. Поэтому призываю всех, внимательно, грамотно составляйте ваши протоколы. Значит, первый вопрос – это размер. Второй вопрос – перечень услуг или работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Следующие сроки проведения капитального ремонта. Сразу оговорюсь, что должно быть 2 трети, пока не забыла, 2 трети собранных голосов общего количества собственников. Поэтому собрание должно пройти активно, и я вам, похоже, скажу, каким образом вы можете провести это собрание. Так, следующее. Владелец специального счета. Владелец специального счета может быть товарищи сотрудникам жилья, осуществляющим управление многоквартирным домом, жилищный кооператив, специализированный потребительский кооператив и региональный оператор. И вы должны определить кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет. Это весь перечень, вот 5 вопросов для домов ТСЖ. Для управляющих организаций они не имеют права выбирать кредитные организации, они не утверждают перечень работ, потому что за них это будет делать оператор. Еще раз повторю. Что касается сроков. Значит, за 2 месяца мы должны провести голосование, но уже меньше 2 месяцев осталось. И тем более, что впереди новогодние праздники, предновогодняя суета, дальше у нас каникулы новогодние. Не забудьте то, что вам нужно очень активно проголосовать. Недаром, вот когда приняли жилищный кодекс, в жилищном кодексе каждый собственник признан ответственным собственником. И каждый собственник обязан, то есть помимо прав, у него есть обязанности. И одна из обязанностей ходить на общее собрание. Здесь поднимите всех соседей, пожалуйста, потому что 2 трети голосов должно быть собрано. Значит, это 2 месяца по истечению этого срока вы должны подать ваши документы, ваши протоколы. Далее, через 4 месяца вы обязаны собирать уже эти деньги. То есть 1 апреля все мы с вами начинаем собирать фонд капитального ремонта. Кто-то на свой дом, кто-то на свой дом у регионального оператора, ну а кто-то просто в общий котел. Так вот, призываю вас, чтобы вот таких обезличенных платежей больше не было, как были у нас платежи раньше. Помните все, наверное, как платили за капитальные ремонты, когда государство наше полностью расписалось. Есть еще выход, потому что никто не отменял статью 16 законом о приматизации. Вы имеете право, любой собственник имеет право пойти в суд и потребовать у государства то, что оно должно быть, то, что оно должно сделать. Оно должно отремонтировать ваше имущество многоквартирного дома при передаче вам приватизированного помещения. Но то, что законы грабительские вы уже знаете, вы уже прочувствовали, и то, что вам об этом не доложил никто, это очень плохо. Но еще хуже то, что у нас в стране существует такое понятие, как правовой нигилизм. То есть мало кто вот здесь присутствующих, не все присутствующие, я это знаю точно, что не все присутствующие читали и 271 закон, и 360 областной закон. Я это знаю почему, потому что в рамках общественного совета мы собираемся и обсуждаем все законы. И когда человек предлагает какие-то свои предложения для изменения законодательства, иногда некорректные, я всегда спрашиваю, а ты закон сам читал? Оказывается, что даже не читал. Поэтому, когда вы придете домой, залезьте в интернет, вытащите эти законы и прочитайте. Они вам просто откроют глаза, потому что там столько положений, про которые вы просто не знаете. Ну, в областном законе предусмотрена государственная поддержка, еще раз повторю, но она размита. Конкретно она не определена. Вот эта финансовая поддержка государства и муниципалитета, она, не слушайте никого, она выделяется всем. Она обязана быть выделена всем, в том числе и ТЦЖ. Очень многие ТЦЖ ко мне обращаются и говорят, а нам просто говорят, что вам не будет выделена государственная поддержка. Я говорю, да будет вам известно, что в законе прописано, что и ТЦЖ поддержка будет. И включены в программу тоже они на общих основаниях. Если говорить про управляющие компании, то управляющие компании как таковы, они практически выключены из реализации этого закона, потому что они не принимают работы, они ничего не делают, по сути дела. Хотя, я так думаю, что управляющие организации работают и контролировать должны, потому что именно они управляют вашим жилищным фондом. И они должны знать, где какой ремонт проведен. И тоже на общих основаниях я считаю, что должен подписывать акт либо начальник ЖЭУ, либо директор управляющей компании на общих основаниях. Потому что это вот недоделки закона. Я написала очень много всяких ссылок на закон. И вот все свои предложения я здесь прописала. Ссылку на закон, если кто-то хочет, тот может посмотреть. Еще одно важное замечание, что вам будет выделена финансовая поддержка государственного муниципалитета, если ваши платежи составляют не менее 95%. То есть, другими словами, что если у вас есть больше 5% неплательщиков, вы эту помощь не получите. Поэтому работа, которая будет вами проводиться, должна в том числе включать и работу с должниками. Потому что это настолько важно, что это просто вот... Вы не получите помощь, и вы останетесь просто один на один в проведении вот этого капитального ремонта. Если говорить про сохранность ваших сбережений, Новосибирская область гарантирует сохранность ваших сбережений на счетах в объеме уплаченных взносов на капитальный ремонт и с учетом индексации на ставку рефинансирования в двух случаях. Значит, первое, в случае изъятия для государственных и муниципальных нужд земельного участка. И второе, в случае прекращения деятельности вот этой программы. Еще можно сказать о чем? Что должно быть включено в программу капитального ремонта? Если сравнивать 185-й федеральный закон и 271-й федеральный закон, то 271-й федеральный закон вносит некоторые изменения. В части какой? Ну, например, ремонт внутридомовых инженерных систем. Это наше водоснабжение, газо, водоотведение, электроснабжение и так далее. В 185-м законе, одновременно с установкой счетчиков, здесь разделено. Учитывается, что счетчики уже установлены, а коммуникации менять необходимо. Поэтому вот это разделено. Это первый вид работы. Замена внутридомовых инженерных систем. Второй вид работы. Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации и ремонта лифтовых шахт. Третье, это ремонт крыши, в том числе и реконструкцию крыши, потому что у многих остается невентилируемая крыша, замена на вентилируемую крышу. Четвертое, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. Пятое, утепление и ремонт фасадов. Шестое, установка коллективных общедомовых приборов учета, потребление ресурсов. И седьмой, ремонт фундамента многоквартирного дома. Это то, что прописано в федеральном законе 271. Наша 360 ОЗ добавляет вот этот перечень следующими видами. Разработка проектной документации. Это согласно закону о градостроительной деятельности. Проведение экспертизы проектно-светной документации, считаю тоже это необходимым. Следующее, энергетическое обследование, то есть энергоаудит, но лично с моей точки зрения и не считаю это нужным и важным, потому что мы уже об этом знаем, где у нас что. Техническая инвентаризация и паспортизация многоквартирного дома. Процедура необходимая, поэтому она включена сюда. Значит, теперь открытие счетов. Открытие счетов возможно только, естественно, в российских банках. На прошлом семинаре мне такой вопрос прислали. Может ли управляющая компания открыть свой счет в офшорных зонах? Ну, во-первых, управляющая компания открывает такие счета. Во-вторых, только в российских банках и те, которые подпадают под критерий размера уставного капитала 20 миллиардов рублей. Их семь у нас в Новосибирске, и некоторые банки сегодня тоже пришли. Но сегодня мне просто стало интересно, я позвонила в один банк, в Газпромбанк. И говорю, хочу, вот решая вопрос, открыть у вас счет. Просто интересно, я поэтому немножко отвлеклась. Они мне сказали следующее. Мы вообще ориентируемся на регионального оператора, и ССЖ нам не интересны. Поэтому вот один банк у меня, значит, уже отпадает. Теперь, владелец специального счета, я уже вам говорила, кто может быть, это ТСЖ, второй жилищный кооператив, и другой потребительский кооператив, и региональный оператор. Собственники помещения праве осуществлять формирование фонда капитального ремонта только на одном специальном счете. Причем на специальном счете аккумулируются счета только одного дома. Это тоже прошу учесть. При открытии счета, при выборе банка и так далее. Могут несколько домов открыть один спецсчет, но если в этих домах не более 30 квартир. Это есть такой критерий, поэтому сразу прошу обратить внимание. Ссылки на статьи тоже у меня есть. Вносы на капитальный ремонт, который перечисляется региональному оператору, становятся имуществом регионального оператора. Это статья 179 ЖК. А фонд капремонта формируется в виде обязательных прав собственников помещений в отношении регионального оператора. То есть вы теряете право на деньги. Учет и отчет регионального оператора это статья 182-183 ЖК. Ответственность регионального оператора часть 5 и 6 статьи 178 ЖК и статья 19 областного законодательства номер 360. Завершая свое выступление, хочу вас призвать, голосовать оперативно, потому что вы не заметите, как пройдет это время. Сегодня вот только разговаривала с нашими председателями КСЖ. Естественно, они ждут только банки. Мы все уже подготовили бюллетени, но ждем только... еще не определились с банком. Банки разные, предлагают разные предложения, абсолютно разные. И дело в том, что они не предлагают там... Ну, кто-то предлагает, да, бесплатное открытие счетов, в основном это платно. И обслуживание счета, это тоже платная процедура. Проценты в основном не начисляются. Ну, вот такие... Ну, банки расскажут хорошо, для них все про банки банки расскажут. Спасибо за внимание, если есть вопросы. Спасибо за внимание.